Добрый день, Надежда Крапивницкий. Здравствуйте, Раиса Киев. И сегодня мы хоть хотим поговорить о второй основе Созидательного общества. Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека. Его свободы и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать прав и свобод других людей. Вот так звучит вторая основа. Замечательная основа. И знаете, мы почему ее выбрали? Потому что недавно втроем Рая, я и Руслан пережили одну очень интересную ситуацию. Вот эта ситуация, она просто повернула лицом к вот этой вот основе Созидательного общества, свобода человека. И то, что вот мне срезонировало и как бы расширило вот эту основу. Каждый имеет право выбора. Ситуация была вкратце такая. Один из нас настаивал на каких-то совместных действиях. Двое других не соглашались с этим. Когда эта ситуация развернулась, нам, слава Богу, удалось на следующий день сесть и обговорить ее с позиции знаний. И благодаря этой ситуации я увидела свои шаблоны. Шаблоны потребительского общества, которые до сих пор еще включаются в моей жизни. И самое неприятное, что эти шаблоны включаются на автомате. То есть получается, до знаний я ими жила. И понимаете, они даже не отслеживаются. Даже не задумываясь, почему ты так действуешь. Почему ты так реагируешь. Вот хочу, я даже записала по пунктам, как это происходило. Значит, разворачивается какая-то ситуация. Приходит мысль по поводу того, что что-то тут не так. Потом идет оценка от сознания. Действия одного, действия другого. Потом сознание говорит, что это неправильно. Что вот эти люди поступают неправильно. Начинается и с моей стороны начинается эмоциональное, психологическое, там еще какое-то давление. И аргументы-то для моих действий, для моей реакции у сознания просто железные. Как они звучат? Так будет правильней, так лучше. Я же лучше знаю, как будет всем хорошо. И самое неожиданное, что мысль потом приходит, что я же делаю благо для всего коллектива. Или там я же делаю благо для этого человека. Я же хочу как лучше для него. И для него, и для коллектива. То есть сознание мне внушает, что я делаю благое дело. То есть причиняю добро человеку, коллективу. Ну и человечеству в том числе. Вот знаете, даже ведь я не спрашиваю мнение других людей, участников ситуации. Получается, что самое главное, что вот теоретически я знала о том, что надо-то всего-навсего, первое, не оценивать ни выбор, ни слова, ни действия того, с кем я общаюсь. Я прямо вот записала. Наблюдать хорошо бы было в этой ситуации за своим состоянием, за теми мыслями, которые приходят и которые принимаю я или нет. Вот в этих взаимоотношениях самое ценное быть в состоянии любви. И это и будет созидание. Это и будет созидать отношения, наполненные любовью. Те, о которых говорили пророки. Спасибо. Да, спасибо, Надечка. Ситуация, конечно, была очень поучительная. Мы ее разбирали уже со всех сторон, и каждый разбирал свою позицию, свои мысли. Конечно, очень интересно. Говоря о свободе, мы говорим о своей свободе. Притом иногда свобода путается с хочушкой. А вот я хочу, я же свободный человек. Если я хочу, ведь я могу это сделать. Главное, чем нас Бог наградил, это свободой. Свободой выбора. А что мы можем выбирать? Я пришла к выводу, что в потребительском обществе у нас просто нет свободы выбора. Во многих. Во внешних, по крайней мере. У нас есть свобода выбора отношения. Это, конечно, самое главное. Внутренняя наша свобода. А во внешнем наша свобода, ого-го. Мы очень многим ограничены. А иногда мы просто ее вообще не имеем понятия, что это такое. Для того, чтобы иметь свободу выбора, надо видеть и понимать, что мы выбираем. Где добро, а где зло. И без знаний тут не обойтись. Человек не сможет быть свободным, не владея знаниями. Ведь для того, чтобы выбрать, мы должны понимать. Вот если я выбираю съесть мухомор, я должен понимать, к чему это приведет. Если я выбираю белый грим, я тоже должен понимать, что в результате получится. Вот в этом свобода. Чтобы мы знали и понимали, что каждое наше действие, каждый наш выбор, чем он закончится. Лично для нас и для окружающих. А то в нас очень часто получается, что мы путаем вот эти наши хочушки и непонимания со свободой. Ну в общем, без знаний и без созидательного общества нам никак не обойтись. И никакой полноценной свободы у нас не будет внешней. Если у нас не будет знаний и не будет созидательного общества. Вот только благодаря знаниям мы смогли вот разобраться в ситуации и как-то ее разложить. И что, почему и куда. А если бы не было знаний, это бы просто была куча эмоций, обид, непониманий и ссор. А так, спасибо, конечно, знаниям. Мы можем разобрать теперь такие ситуации. Да, я с тобой на 100% согласна. Потому что вот было бы так, именно как ты говоришь. И пришло просто очень четкое понимание. В этой основе написано, каждый имеет право выбора. Мое созидание возле себя общества достойного Бога – это уважать право выбора другого человека. И помнить о том, вот здесь прописано, «Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав». Осуществление права и свободы человека не должно нарушать права и свободы других людей. Если я соседаю, я не нарушаю право выбора другого человека. Я с любовью к этому отношусь. Но мне еще этому надо учиться. На практике, не теоретически. Теорию я знаю давно. Но почему-то эти знания не работали в жизни. И вот благодаря таким ситуациям, благодаря знаниям, благодаря друзьям – это происходит. Добрый час, друзья. Спасибо. Да, спасибо. Продолжаем учиться и созидать. Субтитры создавал DimaTorzok